Ну а, Игорь, мы в свою очередь спросили украинцев, жителей столицы, что они думают о встрече российского президента-преступника и Эрдогана. Давайте услышим, что они считают. В Сочи встретились Путин и президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган. Они обсудили в том числе зерновую сделку и вопросы экономического сотрудничества между Россией и Турцией. Какие интересы преследует Эрдоган? Мнение украинцев. Просто ищет выгоду для себя. Это мое мнение. Как турок, я считаю, что Эрдоган пытается сделать что-то позитивное, что бы это ни было. Я в это верю. Он ищет любую возможность для этого. Поэтому встреча с Путиным является хорошей возможностью понять, есть ли какие-то позитивные вещи, которые могут сделать все, не только Турция, в отношении всей этой ужасной ситуации и хотя бы немного облегчить жизни людей. Я думаю, в этом состоит его идея. Как всегда, он только о себе заботится. И все, о своей империи. Это его право. Он хочет так. Он отвоевывает все кругом, где может. Он очень агрессивный человек. И мне кажется, это неправильно, что все политики с ним так любезно себя ведут. Так не должно быть. Это должно быть наказано раз и навсегда. Эрдоган, как мне кажется, играет с огнем. Он не знает, что это такое. Я думаю, у них политические договоренности между собой, Россией и Турцией. Собственные интересы. Он как барыга работает. Что-то и вашим, и нашим. Я думаю, что президенту такой страны не стоило бы так себя вести. Я считаю, он пытается его обвелить и помочь ему выйти из этой путаницы. Ну и, конечно, преследует свои интересы. Потому что Украина – это житница. Чёрное море нужно, как я понимаю. А с войной – это, сами понимаете, сложный вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok